Курортный или туристический сбор – мера, которая уже издавна практикуется как за границей, так и в России. Так, с апреля 2024 года в городе Санкт-Петербург вводится такой сбор в размере 100 рублей за день и не должен превышать эту сумму. Человек платит деньги, которые включаются в стоимость гостиницы перед или после заезда. Закон о таком платеже имеет вполне логичное объяснение, ведь количество туристов в крупных городах растет, как и проблема мест их размещения. Так, деньги, которые были оплачены за туристическое нахождение в городе, направляются на развитие этой сферы. Что касается Российской Федерации, то практика и инициирования такого курортного сбора впервые была введена сразу в четырех регионах. Это Крым, Краснодарский край, Ставропольский край и Республика Алтай. Он направлен на то, чтобы эти средства целенаправленно шли на развитие туристической инфраструктуры и строительства новых гостиниц. Вопрос туристического сбора также рассматривается и в Татарстане. Ведь уже за 2022 год Казань посетили 3,7 миллиона человек. В таком случае проблема с нехваткой мест на размещение прогрессирует. И как раз тут может помочь символический взнос, который при суммировании может стать существенным капиталом. Он поможет развить гостиничный бизнес и улучшить качество туристической сферы в городе. То есть человек оплачивает. Оплачивать можно или наличными средствами, или перечислением на карточку. Человеку выдается квитанция. И далее гостиница отправляет вот эти вот целенаправленно курортные средства именно на соответствующую статью поступления денежных средств в бюджет региона. Но в целом можно наблюдать, что туристический поток в республику растет. И если в прошлом году он был 3,7 миллиона туристов, то по прогнозам, точнее по подсчетам за последние 9 месяцев 2023 года он может составить 4,3 миллиона. То есть на 500 тысяч больше. В Казанском федеральном университете тоже активно поднят вопрос туризма и даже выделяются средства на поездки в крупные исторически значимые города в России. Например, ежегодный конкурс «Лучшая академическая группа», где в этом году занявшие первенство студенты отправились в Санкт-Петербург. Университет полностью оплатил поездку от перелета до проживания. Четыре дня ребята провели полностью в изучении культурной столицы России. «Для многих одногруппников моих это был первый полет, потому что мы летели на самолете. И вообще первая поездка в большой город. У всех были глаза воодушевленные, вдохновленные. И видеть такие счастливые лица и понимать, что это благодаря совместным усилиям для меня, как для староста, было большой наградой». Стоит отметить, что туристический сбор не касается лиц, не достигших совершеннолетия – ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также инвалидов первой и второй групп и многодетных семей. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюс.